Кухня ЖКХ В любой квартире находится общее имущество, стояки ГВС и ХВС, отопление. Соответственно, при возникновении аварий на этих сетях необходим доступ в помещение. Управляющая компания, второй, просто не может найти собственника. В случае месячной давности, на свободе 72, сначала один житель уехал на год, потом второй житель пропал. И в итоге у людей не было холодной воды на протяжении трех месяцев. Пришлось управляющей компании обращаться в суд о предоставлении доступа в жилое помещение. Осуществлен временный вывод воды в подъезд, чтобы люди могли там набирать воду. Не представляю, каково людям, мало того, что ведрами каждый день носить воду, так еще и не знать, когда это прекратится. Что делать, чтобы такого не было? Совет большой всем людям, которые уезжают на долгий период времени. Оставлять свои контакты, во-первых, в паспортном столе, чтобы можно было найти их в любой момент времени, когда это просто необходимо. Если у них там проблемы в квартире или просто в доме возникло, чтобы их оповестили. Предупреждать своих соседей, если вы уезжаете надолго и не уверяете там никому, вы можете доверить управляющей компании. И по акту мы принимаем этот ключ, опечатываем его, делаем опись имущества, чтобы ни у кого не было никаких подозрений и оставляем этот ключ на хранение. Вы сказали, что обратились в суд, чтобы решить проблему с водой в доме, где жильцы уехали надолго. Есть ли случаи, когда можно законно без суда в запертую на неопределенный срок квартиру попасть? Во-первых, это с участием сотрудника полиции. При подозрении, если там совершается преступление, угроза возникновения какой-то аварии, или что там уже человек просто умер. Представим, что произошла авария, в квартиру долго не могли попасть нужные службы, последствия оказались хуже, чем были бы быть хозяева дома. Можно потом с них как-то взыскать деньги за ущерб. Чисто теоретически можно требовать возмещения убытков самими жителями, а если была авария, притом на их инженерных коммуникациях, шланг от бачка отвалился, самый распространенный, наверное, вид затоплений после прорыва стояка, требовать от них возмещения убытков тоже. Формально это возможно, конечно, мы в практике такого никогда не применяли. А еще советую уезжающим надолго перекрыть газ и воду, отключить приборы от электричества, не оставлять в доме продукты, которые могут испортиться, и перемыть всю посуду, а также подумать о судьбе комнатных растений, если они есть.